Ой, ну с плечала надо позавтракать. Лена любит твердый десерт. Это похоже на тягу ломбардов. Да-да-да. Смотри, да? Прикольно. Какие дымоходы, чешуя. Ленка у нас сегодня исполняет роль гондольера. Ну и, конечно же, без походки никуда. Ай, 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 ай. Ну, что, грязь, а... Ну, конечно, мы... Рикардо в деле. Рикардо в деле. Мы оставили его на две минуты. Просто сидели, пили чай. Гондольер прокладывает курс. А-а-а, маршрут. Маршрут. День второй. День второй, да. Решили все-таки рискнуть второй раз поехать. Девчонки уговорили меня. Говорят, вставай пораньше. В шесть утра давай встанем. Да, давай встанем в шесть утра. Хотели в пять, но я их еле договорил. Через мост единственная дорога. Да, это единственная дорога. Которая заканчивается скоро. Сразу после моста. Да, вот там вот паркинги. И все оставляют машины там. И пересаживаются на лодочки. Так, пришли купить билетики. Сегодня, по-моему, на лодочках. Дневной проездной стоит. Раньше стоил 20, сейчас 25 евро. На день, на весь транспорт. Вот тут нарисовано, какой транспорт. Грация. Ходит. Грация. Грация. И... И даже ребенку. И даже ребенку 20, поэтому... 25. 25, точнее, да. Поэтому сегодня мы будем котаться на... Котаться. Котаться на трамвайчиках водных по островам. Ой, но сначала надо позавтракать. Вот он, центральный морвокзал. Надо будет посмотреть, как тут, что, откуда и куда. Вот такие вот причальщики. И трамвайщики. И вот наш гондольер. Гляна, что у нас в полосатом. У меня, ну, затеряюсь в толпе. Да. Гондольеров. И может быть экономим бы на... Ну, на веслах. Да. Буду прислить. Так, остановились позавтракать. Кафешки. Возле... Недалеко от вокзала. Там на заднем фоне, как она называется. Тут есть какие-то роллы с рыбой. В лавашике. С прошутто, сладости всякие. Сейчас быстренько покушаем. И будем понимать уже, что мы будем делать дальше. Ленка прятится в тени. У меня утром солнце уже. Гондолочку, конечно. Гондолочку. Тюнингованную, да? С паркетными с сиденьями. Это, кстати, кафе находится возле... Вот это вот моста, как он называется. Москали, да? С кальцием. Москальцием. Вот тот собор с кальцием. Так, вот принесли. Виктория уже дегустирует. С рыбкой такие вот роллы. В лавашике. Дочек руасан. С колбаской. Ну и, конечно же, пончики, сладости, кофе, шмофе. Я правильно его кушу, но он твердый. Лена любит твердый десерт. И как все? Вкусный? Очень сладкий. Очень сладкий? Ну, если не хочешь, я могу доесть. Можешь. Могу. Так, ну вот мы поели. Вот чек. 49.50 обошелся нам завтрак. Роллы по 5, кофе 4.50. Самое дорогое был этот десерт, который заказал себе Лена. 7.50. Так, заходим. Ну, так вот надо проездной приложить. Чень. Все. Нам надо на парончик B. Вон там очередь. Б, Б, Б. Я не знаю, водка будет. Ага. Ну, нам сюда тоже нормально. Нам куда-нибудь. Я даже не знаю, куда мы плывем. Сейчас узнаем. Припарковался. Чуть-чуть трухануло. О, дочь, а билет. Да. Давай сюда. Маме давай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стой, девочки, как вам прогулочка? Девочка. Там что пока прогулочка? Мы проглетелись тут. По кран-каналу, ничего себе. Ну да. Ну, такая толпа в этих... Паретто. Паретто? Ну, нормально было. Одни выходят, другие заходят. Как в маршрутке. Ну, там было... 148-мах. Как в маршрутке в самый час пик. Да. Дальше больше. О, мы тут вчера не гуляли. Так, ну вот идем по набережной. Тут все как обычно. Маски, сумки, зонты, шляпы. Вот такой вот вид с набережной открывается. Да, ботанический сад. Но мы не будем в него заходить. Короче, все равно мы идем, останавливаемся возле каждого. Лоточка. Магнитик, шляпка. Продолжается вчерашний день. Невозможно. Ну, тут просто очень много офицеров всего. Вот это площадь Сонмарка с этой стороны. Со стороны набережной. Вчера мы тут были. Колоколье, часовня. Сам собор. Чайка местная. Ленка у нас сегодня исполняет роль гондольера. Она со всеми по чистому итальянскому языку. На чистом итальянскому. По чистому. Со всеми общается. И узнает, что, куда, коли, зачем. Да, Зех? Скажи, что будет на итальянском. Пердетто. Пердетто. Она так. Пердетто. Пердетто. Спасибо, сеньора. Красота. Так, ну что, мы уже приплыли на остров Бурана. Остров Бурана начинается с Морозова. Остров Бурана. Окраинный район Венеции. Это бунт цветовых сочетаний. Его невозможно оставить без внимания. Итак, Бурана основан в шестом веке, но популярность этого острова пришла к нему гораздо позже, когда в шестнадцатом веке появилось знаменитое на весь мир теперь буранское кружево. Как же оно появилось? По одной из легенд, основным промыслом этого острова всегда было рыболовство. А так как этим занимались исключительно мужчины, то женщинам оставалось только плести снасти. Но когда мужчины были подолгу в море, у женщин было много свободного времени, и они начали пробовать себя в плетении кружев. Впоследствии это привело к основанию школы, где и обучали этому искусству. По сей день Бурана в Венеции является неистощимым кладезем венецианского кружева. На территории острова представлен также музей буранского кружева. Но пребывая на остров, первым, конечно же, в глаза бросается разнообразие цветов фасадов и их сочетания между собой. Существует также несколько легенд на тему, почему же все дома разных и таких ярких цветов. Но какая бы причина этого ни была, на сегодняшний день твои глаза просто наслаждаются красотой этого острова. Бурана неспешным шагом можно обойтись за 2-3 часа. Этот остров достаточно мал. На данный момент на нем постоянно проживает всего около 3000 человек. И, конечно же, без походки никуда. А вот тут небольшая набережная в Мурана. Ой, в Бурана. Тут кафе на набережной. Кто-то сидит в кафе, кто-то на бортике. Кто-то с собой привез, как и мы. Сейчас сядем, чуть-чуть отдохнем. Ну, конечно, мы... Рикардо в деле. Рикардо в деле. Мы оставили его на 2 минуты. Просто сидели, пили чай наш из термоса, холодненький, с газиками. Ну и всё. Ну и всё. Вот оставили человека. На 2 минуты. На таком вот отрезке этого острова мы сейчас будем кушать. Что, Денис, мы будем кушать? Хлеб. Хлеб? Ура! Люблю хлеб кушать. Это хот-доги. Хот-доги. И вот эти вот, как они там называются? Чики-чики. Это с тунцом одиною. Тунец? Давай. Креветка с писташкой. Говорят вкусно? Ну, расскажи. Сейчас тебя сау кусят. Нет, тунец мы больше не нашел. Он кисленький такой. Гондольер прокладывает курс. Ага, маршрут. Маршрут. В общем, перекусили мы в этой кафешке. Ход-дожки, бутерброшки. Мне кажется, первые этажи, это все кафешки. Куда ни постучи. И движим. Люди, раз, тебя. Вот этот самый. Погуляем тут чуть-чуть и отправимся на другой остров. Остров Мурана. Вот этот надо брать тебе. Ой, блин. Мамма миа. Ну да, у нас ключи свои есть. А тебе вот этот? Или темненький? Вот эти темненькие где-то. Я так понимаю, это центральная площадь острова Бурана. Посмотрите, в каком состоянии этот собор. Он просто уже с перекошенной башней. Главная улица идет от площади. Виктория. Какие тут шикарные виды. Сколько народу тут? Ага, тебе надо. Так, ну что, мы уже движемся на кораблик. Да, я хочу ехать, но надо же купить магнитики. Выбираем цвет. Вика, какой? Оранжевый. Арина, какой? Я зеленый, да нет? Я тоже, мне кажется, оранжевый. И что теперь делать? Берем оранжевый. Бери оранжевый. Эээ, бери зеленый. Куда зеленый положили? Бери оранжевый и зеленый. Пытаемся покинуть остров Бурана. Через три минуты отходит. Уже прям спешим. Прям летим, как всегда. Ну не только мы. Да, все. Там столько людей, что не факт, что все на одну посудину поместятся. Но будем стараться. И что очень плохо, что здесь не соблюдают очереди, что ломаться, кто первый стал, того и тапки. Просто люди толкаются. Такое. Не, но те, кто поприличнее, они... Нормально. Ну, она не видишь, как все ждут. На полянке. Смотрите, что происходит, как все ломятся. То, о чем я говорил. Просто побежали все, побежали. Девочки, бегим, 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 бегим. Так, ну в общем, нам получилось пробраться. Даже мы присели. На места для инвалидов. На места для инвалидов. Но ждем, когда... Вот это беременный. Я-то беременный, да. Поэтому мне можно. Легом далее. Так, вот мы уже приближаемся к острову Мурана. Там, где делают из муранского стекла. Красную красоту. Посуду, побрякушки и так далее. Дует стекло. Бывается вот такой вот красивый вид моря. Куча лодочек, яхт. Эх, какие волны. Ух, его там по волнам колбасит, серьезно. Так, в общем, мы уже приплыли на остров Мурано. А, да, всего лишь одна буква, а только разница. Да, разница большая. Он, во-первых, больше, этот остров. Во-вторых, тут совершенно другие масштабы домов и так далее. Маяк. Ну и, конечно же, здесь огромная очередь на следующий. И с него уплыть в Венецию. Надо в очереди, я думаю, часа-полтора стоять. Посмотрим, пока он пугает. Пока не пугай, говорят народ. Но я профессиональный пугач. Поэтому я знаю, что часа-полтора мы будем тут, наверное, стоять. Да, хочется пугать. Ну да, но они ходят каждые полчаса. Вот три, вот эти все люди, это примерно три пароходика. Вот тебе и по полтора часа. Что так. Маяк. Интересно, почему нету реставрации? Что такое? Вот там, наверное, фишка, что оно все. Заброшка. Фишка-заброшка. Да, моя любимая. Мурана. Это часть Венеции. Их разделяет всего полтора километра. Он состоит из семи островов, соединенных между собой мостами. Поэтому его и называют уменьшенной копией Венеции. Те же узкие улочки, мосты, каналы. И главный из них тоже Гранд-канал. Но уже из названия этого острова нам становится понятно, чем же так популярен Мурана. Известно, что в XIII веке стекловаров из Венеции перенесли на остров Мурана. Соответственно, с того момента и все производство находилось там же. Несмотря на многие привилегии, которые тогда были даны ремесленникам, им под страхом смертной казни запрещалось покидать остров и раскрывать секреты изготовления муранского стекла. К XV веку искусство стеклодувов Мурана достигло расцвета. Тогда наличие в доме изделия из муранского стекла было свидетельством богатства и роскоши. Но секрет не удалось хранить вечно. И так, в XVI веке секрет изготовления изделий из стекла удалось заполучить Франции путем подкупа нескольких стекловаров с мураном. А в 1806 году случился и вовсе закат эпохи муранского искусства, так как наполеоновские войска, захватившие остров, сожгли все производство и все цеха стекловаров. Только спустя полвека началось возрождение производства изделий из цветного муранского стекла. Но былого успеха достигнуть так и не удалось. На сегодняшний день на муранах действует всего несколько стекольных фабрик, которые предлагают туристам посетить свои мастерские, где можно увидеть, как по старинным рецептам создаются муранские шедевры. Зашли тут, будем сейчас смотреть шоу «Стекла». Пока такая жара, переждем чуть-чуть жару. Стоит это «Одель» 10 евро за человека. Так что смотрите. Стоит это «Одель» 10 евро за человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне очень сильно понравилось Это было очень залипательно И сделали две фигурки Один дельфин и ваза В такой виде цветочка Всем советую туда пойти Супер Место это находится Тут вот в переулочке А вот так Называется Glassblowing Demonstration Так, получается Вышли на другую сторону Тут тоже есть причал Сейчас посмотрим Идут ли тут причалы в Венецию Тут три причала Ну блин, наверное, должен хоть один Потому что там очень-очень Очень большая очередь Так, ну что Мы наконец-таки отправились Спустя 30 минут Обратно в Венецию Возможно Возможно Вышли с этой стороны Венеции Вот это вот кладбище Остров Так вот с этой стороны Он смотрится Высокий забор По периметру всего острова И И там похоронены Жители Венеции С этой стороны хорошо Уже Сколько Семнадцать Начало пятого Солнышко не так парит Жарит С этой стороны еще тенечек Вообще замечательно Девочки Как всегда Где-то останавливаются Поэтому идти Будем, наверное, долго Этот один километр Хотим покушать Пасты Вот мы дошли на место Где делают гондолы Тут мастера Там вот такой гараж Ну, а она там Со всеми выдержками Да, около двух лет Это тут гондолы делают Вот так вот Шли-шли и вышли Ой, как красиво До мелочи Да Венеция удивляет Венеция удивляет Скажите Да, ну мы вчера здесь были Но на это не обретели внимания Мы очень шли как-то Нам туда дальше Только улочек Поворотников Что вам понять Вот так вот С этой стороны Как это чудесно смотрится Да, дочь красиво Посмотри как С этой стороны Ах, сколько там рыбки Да, еду там кушают Вон плаваются Тряс лодки Класс Да, еду там И мы попадаем на приход Святой Марии Прекрасной. Нашли мы это заведение, вот такая паста на вынос, говорят самое вкусное в Венеции, посоветовали наши друзья из Израиля. Можно рассмотреть какие тут пастушки есть. Так, ну вот так выглядит наш сегодняшний ужин или это не ужин еще, я надеюсь, это ранний ужин. Жена Бори Рудбоя посоветовал нам заведение. Кстати, подписывайтесь на Борю. Борис в Израиле в Ютубе рассказывает много интересных фактов об Израиле. В этом кафе работает мальчик из Фарькова. Кстати, в этом кафе работает мальчик из Фарькова. Называется оно Даль Мороз. И забыла pozор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok